В студии Инна Билан. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях режиссер документального кино Анна Барсукова. Здравствуйте, Анна! Здравствуйте! Хотелось бы сегодня поговорить с вами в целом о документальном кино в Ростове, в частности, ну и, конечно же, о вашей картине, которая называется «Голосы безгласных», да, которая вот буквально состоялся предпоказ. А как пришла идея снять фильм на такую достаточно тяжелую тему? Как пришла идея? Ну, об этом я уже много очень говорила в социальных сетях и, ну, готова повторить для наших слушателей специально. В 2017 году на показе своего предыдущего фильма «Ты не один», в тот момент, когда поздравляли меня все гости с успешной премьерой, ко мне подошла девушка и открыто, прямо в лицо сказала «У меня ВИЧ». Я сделала шаг назад от неожиданностей, но я спохватилась очень быстро и шагнула ей навстречу, чтобы продолжить разговор. Однако я увидела, что она уже считала информацию невербального моего поведения и смотрела на меня с улыбкой, но с упреком. Конечно, впоследствии мы потом продолжили разговор, мы пообщались и даже подружились с этой девушкой, но я долго думала, почему я сделала вот этот шаг. Дело в том, что я прекрасно знала все пути передачи ВИЧ-инфекции. Я думаю, что шаг назад заставило меня сделать какой-то внутренний неоправданный страх, который сидит где-то очень глубоко в моем подсознании. Я предположила, что я не одна такая, что есть еще люди, которые точно так же боятся ВИЧ-инфекцированных людей, просто потому что не владеют какой-то дополнительной информацией. То есть именно поэтому героиней вашего фильма стала жительница Екатеринбурга? Я стала изучать информацию, очень подробно начала изучать тему ВИЧ и поняла, что она очень многогранная. Сначала хотела создавать научно-популярный фильм, но так как я увидела, что это довольно-таки обширная тема, и туда включаются медицинские, юридические, социальные, даже политические вопросы, я поняла, что в один фильм я отключить все не смогу. Я сфокусировала просто свое внимание на какой-то одной конкретной проблеме. Это как раз и идет речь о стереотипах и заблуждениях. Вот когда я уже определила для себя, на чем же все-таки я смогу остановиться, я начала поиск героя. И вот в тот момент, когда начала поиск героя, я столкнулась с проблемой, что не каждый ВИЧ-инфицированный человек готов раскрыть лицо для этого фильма. Мне потребовалось очень больших усилий, чтобы найти мою героиню. Вы случайно на нее вышли, или как это было? Как это произошло? Это было в том, что я искала, натыкалась, то есть меня даже знакомили с ВИЧ-инфицированными людьми, с которыми я предлагала сняться в моем фильме, и у меня был определенный критерий, то есть я знала точно, какого героя я хочу показать на экране. И либо люди, с которыми я знакомилась, не попадали под этот критерий, либо просто они не готовы были раскрыть лицо. В этом случае мне не оставалось никакого другого варианта, как разместить пост в интернете о том, что я ищу героя. Да. Вот когда пост был размещен, люди откликнулись и написало около 20 человек. Всем благодарны, большое спасибо, что со мной пообщались. Но вот Марина, она вот вызвала у меня большую такую симпатию, мы стали более плотно общаться, и там уже долго я не думала. Я готова была поехать в любой регион, мне не важно было, откуда она, и я поехала снимать буквально через несколько недель после общения. Чем все-таки она вас так тронула? Во-первых, я увидела, что она очень эмоциональный человек, очень думающий человек, то есть это было видно в ее сообщениях, в переписке. Я посмотрела, чем она живет, какие у нее увлечения. То есть она полностью совпадала с тем видением, которое я хотела показать, вот какого героя я хотела. В принципе, это она. И мне было очень приятно с ней общаться. Действительно ли вот по ее дневникам это все писалось? Да, абсолютно верно. То есть она давно пишет какие-то либо посты, либо дневник. Она пробует себя как писатель, пишет в самых разных стилях. И, конечно же, то, что я читала, это было именно такое разрозненные, такие вот отдельные какие-то сюжеты, какие-то маленькие зарисовки. Она писала их либо в художественном, либо в документальном стиле. И мне пришлось как бы это все перечитать, как бы переформатировать и сюжет выстроить, чтобы получился фильм. В фильме «33 минуты». Как долго шла работа над ним? Начала я работать, получается, год и восемь месяцев назад. Но львиная доля моей работы над фильмом как раз была подготовка. То есть я изучала материал. Я просто долго-долго изучала материал. Когда я уже определила, как я сказала, что же будет за фильм какой-то. То есть сначала это была идея научно-популярного фильма, и я сняла достаточно много материала именно для такого фильма. Но когда я решила все-таки сосредоточить свое внимание на конкретной героине, то здесь уже сжались как бы сроки. То есть съемочный период у меня длился всего восемь дней, а потом восемь месяцев занял монтаж. То есть вот монтаж тоже много был, долго. Кто помогал в создании фильма? Наш коллектив очень маленький, то есть нас было всего несколько человек. Я выполнила, наверное, большую часть в работе этого фильма. Но мне помогали, конечно же, музыку. К фильму написала Гелия Камбарова. Озвучила голос за кадром актриса Ольга Будина. А также большое спасибо Илье Пучуглазову, который помог мне в сведении звука. Немаловажно каждое вливание в этот проект, потому что многие люди работали, скажем так, на добровольной основе. И это очень значимо для меня. Большое всем спасибо. Как Ольга Будина согласилась принять участие? Вероятно, ее тоже очень заинтересовал и сам фильм, и сама тематика. То есть она откликнулась сразу, когда я ее предложила. Она мне сразу сказала, хорошо, я это сделаю. Что было самого страшного, самого тяжелого и в то же время интересного в этой работе? Ну, самое интересное и одновременно забавное для меня, по-другому не скажешь, это то, что даже в процессе съемки фильма я постоянно сталкивалась с людьми, которые боятся данной темы. То есть когда я искала спонсоров, я сталкивалась с тем, что люди готовы были каким-то образом помогать фильму, но как только узнавали о его тематике, сразу отодвигались, то есть сразу прекращались разговоры. Точно так же я встречала непонятные, ну как-то в общении с людьми, то есть в публичном месте, например, я не всегда могла рассказать о теме фильма, потому что не знала реакцию. То есть я с этим сталкивалась постоянно. Боялись абсолютно все, боялись подруги-героини, боялись мое окружение, они не понимали, как это все выльется и как что. И самое мне неприятное было момент, когда я услышала от кинематографиста, от своего коллеги, он мне сказал, говорит, понимаете, вам не надо заниматься этой темой, вас будут ассоциировать. И как только я услышала такую формулировку, мне стало немножко оскорбительно, я подумала, ах так, значит, получается, стереотипы действительно существуют, и я должна просто сделать этот фильм. То есть я прям шла через какие-то препятствия. Но сегодня вот бытует такое мнение, что люди не хотят смотреть плохое кино. Согласитесь ли вы с этим, действительно ли это так? И на кого вот рассчитан как раз вот этот ваш фильм, документальный, сможет его посмотреть вся общественность, либо вот только некоторые там вот медики, да? Наоборот, этот фильм специально сделан для широкого круга зрителей, не для медицинских специалистов. То есть предпоказ, закрытый показ мы сделали как раз для медицинских специалистов, для того, чтобы они еще раз просмотрели, да, ну, скажем так, сделали свою оценку, дали своему фильму, готов ли этот фильм пройти дальше, да. И это действительно так. То есть у меня были серьезные консультанты. По поводу того, что зрители не всегда хотят смотреть сложные фильмы, да, действительно, тема моего фильма, она очень сложная и трудная, но я это учитывала и хотела создать фильм достаточно легким для восприятия. Я очень надеюсь, что у меня это получилось. То есть 33 минуты – это как раз вот как я хотела, чтобы это было на одном дыхании. Человек сел, посмотрел и вот как бы принял все, что нужно. Ваши знакомые уже видели этот фильм? Да, мои знакомые все видели. Многие пишут как бы отзывы, кто-то просит посмотреть по закрытой ссылке. К сожалению, в открытую я не могу пока выложить этот фильм, потому что еще даже не было премьеры. Во-вторых, он будет участвовать в фестивалях. И поэтому пока мне нужно просто немножечко придержать. Обязательно через время я обязательно опубликую его в интернете, и все смогут посмотреть. Как медики отреагировали, общественники? Все ли им, так сказать, вот правда, как говорится? Ну, медицинские специалисты как раз и подтвердили мои пожелания. То есть они сказали, что было бы здорово, если бы этот фильм смотрели люди широкого круга, поскольку медицинские специалисты все это знают. Знают, насколько опасна дискриминация, что она мешает лечиться людям, тем, что она мешает, ну, препятствует, скажем так, человеку, который только узнал о своем диагнозе, пойти в медицинское учреждение, обратиться за помощью, просто потому что он начинает бояться, а еще плюс давят люди со стороны. Медицинские специалисты давно работают в этом направлении. То есть этот фильм не является для них открытием. Они давно работают и очень хорошо работают. И просвещение хорошо работает. И достаточно много информации вокруг нас по поводу ВИЧ-инфекции. И тем не менее, да, абсолютно верно, мы сталкиваемся с тем, что люди как будто отмахиваются от этого. Они как будто не хотят принимать. Им дают эту информацию, пожалуйста, она везде есть. Но люди отмахиваются по той причине, что думают, это меня не касается, поэтому, наверное, мне это не надо. А потом может оказаться уже... Мало ли что в жизни может произойти. Вот вы говорите, что был только предпоказ. Когда состоится официальный показ в Ростове и когда в Екатеринбурге? Когда ждать? В Ростове официальный показ пока не планируется. То есть возможны потом показы, но уже более маленького масштаба, специально для каких-то учреждений. А что касается открытого показа, он произойдет в Екатеринбурге. Мы надеемся, что в марте, то есть сейчас как раз определяется дата, обязательно опубликуем это и на официальном сайте проекта, и в социальных сетях. Вы уже сказали, что фильм будет участвовать в фестивале. Помимо именно кинофестивалей, так как это является хорошей площадкой для того, чтобы достучаться до зрителя, помимо кинофестивалей мы обязательно будем показывать сами, то есть устраивать эти показы в тематических мероприятиях. То есть главная героиня тоже фильм еще не видела? Она не видела, да, она ждет с нетерпением. Для нее загадка, да. Если говорить в целом о социальном документальном кино, какова его миссия сегодня? В России и в Ростове, в принципе, в целом? Ну, я считаю, что социальное кино необходимо просто в нашей жизни. К сожалению, оно не всегда, как сказать, поддерживается финансово. Это очень трудный вопрос. Но социальное кино способно изменить мировоззрение, способно изменить и хотя бы дать намек на изменение какой-либо ситуации, достаточно сложной. А почему способно? Потому что с помощью художественного выражения, даже неважно, кино это или какое-то другое искусство, с помощью художественного выражения мы можем поднять проблему, просто подать ее, да, в определенной художественной форме, и это способствует интересу людей. То есть вот поэтому, мне кажется, что социальное кино нужно снимать. Почему вы выбрали документальное кино? Потому что это гораздо ближе к жизни. Мне очень интересно изучать жизнь, и каждый раз, когда я делаю новый фильм, мне кажется, что я расту. То есть это новый шаг, это новый виток. Я познаю какую-то информацию, изучаю ее достаточно глубоко. Вокруг меня собирается новый круг общения, и каждый раз это что-то познавательное для меня. То есть я люблю учиться. Как вы считаете, будет ли такое кино продаваться? Вот вы говорили, что когда искали инвестора, столкнулись с проблемами, что все сразу от тематики шарахаются, можно сказать. Но все социальное кино, оно ведь трудные проблемы освещает. Каковы перспективы его продажи тогда? Вот продажи как раз, вот на этот вопрос должны какие-то другие люди отвечать. То есть у меня, к сожалению, нет ответа на этот вопрос. У меня свой есть вопрос. Как сделать так, чтобы поддерживали социальное кино как можно больше? То есть и государство, и какие-то дополнительные спонсоры. Потому что очень трудно его создавать, когда ты находишься с бюджетом в ноль рублей. Но вы снимаете только социальное кино. Правильно я понимаю? Пока я снимаю только такие фильмы. Но это не говорит о том, что я буду всегда снимать. Просто меня интересуют социальные вопросы. И пока вот я иду по этому пути, да. Но я увлекающийся человек. Меня интересуют и другие темы. Хотя я все-таки хочу именно документальное снимать. Как насчет художественного все-таки, да? Который будет освещать какие-либо социальные проблемы? Думаю, что это должен делать просто другой автор. То есть у каждого вот свое видение. И мне пока неинтересно это. На чем сейчас работаете? По поводу каких-либо моих идей, они, конечно, есть. Они всегда есть. Но не хочется их освещать, чтобы просто не спугнуть удачу. Это и социальные темы, и отвлеченные, как я сказала. То есть есть темы, которые не связаны с какими-то проблемами, но очень интересные. И мне тоже хочется их раскрыть в кино. Посмотрим, к чему же все-таки я приду. Ну что ж, спасибо, Анна, за беседу. Желаю вам удачи, чтобы все у вас получилось так, как вам хочется. С этим фильмом, с другими фильмами. Ну а нашим слушателям я напоминаю, что в гостях у нас сегодня была режиссер документального кино Анна Барсукова. Продолжение следует...